Здравия вам всем желаю! С вами программа обзор позачарашней прессы и я, Семен Ключевский. Московский листок, 1901 год, в рубрике «За рубежом». Хотя английское адмиралтейство затратило уже немало денег на постройку подводных лодок, тем не менее британцы, кажется, не будут в силах применить эти суда на случай войны, так как в английском флоте не находится ни офицеров, ни матросов, желающих служить на подводных лодках. Не думал, что в Англии морской офицер – непрестижная профессия. И это в Англии, в Москве державе. Рабочая Москва 1922 года. Борьба с отравителями народа сдвинулась с мертвой точки. Первым долгом к закону о самогонщиках удалось внести существенную поправку. Ранее закон не карал изготовление и хранение самогона для личного пользования. И на этом основании суд часто прекращал самогонные дела. Теперь самогонщиков будет карать отдел управления в административном порядке. Стал преследовать отдел и появляющихся на улице в пьяном виде. Уже административным порядком рассмотрено десятки дел. И только по 82 пьяницам взято 26 миллионов рублей штрафу. И не только рублем, но и дубьем пойдет борьба. Вместе с широкой агитацией против пьянства все дела о самогонщиках будут передавать в особые сессии Совнарсуда. Рассматривать вне очереди и карать беспощадно отравителей выселением из квартир и из мест жительства. Боролись, боремся и будем бороться. Вечерняя Москва, 1932 год. Банда Аль Капона, очутившись без атамана, попавшего на 11 лет в тюрьму, переехала в Будапешт. Несколько десятков представителей делового мира, венгерской столицы, получила такого рода письмо. Итак, мы приступаем к работе. В ближайшее время потревожим вас. Не трудитесь сообщать в полицию. Она заодно с нами. Полномочный представитель Аль Капоне Робинсон. Мафия бессмертна. В том же 1932 году «Правда» пишет о голодовке Ганди. Сегодня Ганди начал голодовку, заявив, что не будет принимать пищи до тех пор, пока английское правительство не откажется от своего предложения о создании отдельных избирательных кругов для неприкасаемых. Власти отменили запрещение посещать Ганди. Ряд представителей различных индусских кругов посетил его в тюрьме. Индусские лидеры совещаются с целью найти компромисс, который способствовал бы прекращению голодовки Ганди. За рубежом. 1968 год. За прошлый год средняя продолжительность жизни японцев увеличилась на полгода. И составляет сейчас у мужчин 68 лет, у женщин 74 года. Соответственно, на 10 и 12 лет больше, чем в 1950 году. Через несколько лет Япония сможет встать в один ряд с такими странами, как Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция. А в России до сих пор для мужчин потолок 58 лет, а для женщин 71 год. Независимая газета 1991 года сообщает, что Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило, что швейцарские власти приступили к расследованию финансовых операций КПСС в этой стране. Основанием для подобного расследования послужили сообщения о крупных нелегальных финансовых операциях, осуществленных в последнее время с помощью швейцарских банков, а также указ президента Горбачева о прекращении всех операций со счетами КПСС. Здравия вам всем желаю!